Перед тем, как проплывать, таки прям, ну, как будто дрожь такой прошел. А когда я там на старте был на бортике, прям так сердце, тын-тын, тын-тын. Они волнуются, но прыгают в воду и действуют. Пока получается не у всех одинаково хорошо, но все очень стараются. Первенство по плаванию учащихся в 3-4 классах районных школ «Звездные дорожки» состоялось в бассейне 12-й школы «Нептун». Секунды до старта, вот он момент полной сосредоточенности. Эти дети уже знают, что такое многочасовые тренировки и уже готовы к победе. Богдан занимается плаванием уже 5 лет. Мальчик любит спорт, а родители его всячески поддерживают. Он у нас желает быть конструктором великим. А уже плавание и все остальное, это как приложение, чтобы быть главным конструктором. Или самым главным. Самое главное участие и красивое участие. И никогда не надо расстраиваться. То, что происходит у нас на каждый день, надо радоваться. Соревнования прошли в рамках программы социализации и поддержки творческой одаренности детей «Радуга успеха». Участие приняли 10 районных школ, около 80 человек. Учащиеся проявили себя в командных соревнованиях, эстафете и в личных первенствах дистанции 25 метров. Результаты станут известны позже, но уже есть очевидные лидеры. Это, как правило, школы, в которых уроки плавания включены в обязательную программу. Гимназия, 12-я школа, 11-я и 14-я. Среди них еще юные, но уже настоящие спортсмены, которые участвуют и побеждают в районных и областных соревнованиях. Бассейн дает возможность не только улучшить здоровье, но и помогает снять нервное напряжение. В этом спорте дети могут самореализовываться и поверить в собственные силы. У нас бассейн очень востребован, не хватает мест очень, желающих очень много, более тысячи ребят занимается. Ну и хотелось бы еще побольше бассейнов, потому что нравится это детям и приносит очень-очень хорошие плоды и результаты. Отбора у нас нет, мы берем всех, а там уже как ребята проявят себя по желанию, по возможностям, здесь должно много совпасть. Марина Познякова, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».